Семь пустын. На мотоцикле поехали на ежах. Ужас. Извращенцы. Короче, Алексей ехал на этом мотоцикле. У нас тут проводится, как это называется, мероприятие? Русский путешественник. Фестиваль, форум, что-то такое. Приехал Черенгаров. Должен, по идее, приехать Конюхов. Алексей тоже любит продубасить. Заехал к нам, посетил Придонков. Мы тут уже протестировали и проехались. Но, как всегда, мотор объемом 1.9 это совсем сильно. И тот старался быстро не ездить, потому что и город, и мотоцикл чужой. Вообще, что сподвигло на покупку именно такого мотоцикла? Я уже спрашивал, но на камеру спрошу. Ты мне спрашивал, а я тебе не ответил. Да. На самом деле, мне этот мотоцикл на старой работе подарили. Подарили? Да. Заработал. Слов нет. Ну, мотоцикл реально тут. Это давненько был. Вот 4 назад был, наверное, побольше. Мотоцикл вообще такой, серьезный. Ну, я его потом еще переделывал. Я его несколько раз даже переделывал. Делал что? Добавлял? Я переделывал. Ну, кардинально я его не менял. Во-первых, заднее сиденье переделывал. К нему я еще сделал спинку. То есть я могу ставить, если ездить с женой. Мы его перекрасили. Тоже несколько раз его перекрашивали. Вот. Люстру я поставил. Диски перекрашивали. Номер убрали. Выкуп я менял дуги. Это, в принципе, там что-то стоковое. Ну, зеркала, жемки. Рыбцы, кстати, все помелочек. Ну, а вот стоя дуги впереди, они оставили на нем были? Нет, они не стояли. Но это тоже, это оригинальные дуги махерские. Ну, их не было. Но это, кстати, уже второй комплект. Первый я уже ушатал. То есть я его бил, выпрямлял ломом. Ну, третий раз там их уже править нечего было. Поэтому это уже новый. Но одно время я на нем прям хорошо поездил. И дорого, в общем, чинить мопед. Лучше тогда, если падать на эндуриках. Ну, само собой. Слушай, а вот это типа аэрографию, это тебе рисовали, да? Это, да, я делал в Ярославле у знакомого. Вот парень рисовал. Ну, это через шаблон и потом подрисовывал. Ну, очень красиво. Ну, это аэрография. То есть это... Седуха сделала очень серьезно. Нравится. Да, Седуха тоже, наверное, четвертый или пятый. Я много раз ее переделывал. Ну, вот сейчас сделал так. Мне нравится. Я хотел от себя добавить. Сейчас прокатился на нем. Да, вот я когда смотрю Чоппер, мне охота блевать постоянно. Ну, мне нравится мне Чоппер. Ну, проехался. Ты сейчас ехал, не блевал? Нормально? Сейчас, ну, вот я понимаю, как надо. Я, допустим, катался на Харле 883. Ну, вот там блевал. Вот реально. Сел просто, нужно было проехаться, проехался. Фуфель. Вот этот просто аппарат для телепортации. Вот, для перемещения во времени в пространстве. Это реально. Единственное, что когда его сильно так подзаваливаешь, он шкрябает. Вот. Один раз царапнул, но... Адежками, грузиками, да? Не знаю, чем, но правой стороной. Вон, вон, видишь, внизу такие, 50-50. Вижу, вижу. Вот. А так, конечно, он стругает, мама, не горюй. Вот. Особенно снизу чувствуется моща. Ну, и, в принципе, такой довольно крутильный аппарат. Обычно садишься на некоторых, на Чопера. Чуть крутанул, все, он уперся во что-то и все, и не едет. Ну, вот тут и объема хватает. И что самое интересное, вот этого мотоцикла, хватает тормозов. Вот для него, в принципе, вполне. Я думал, что он будет вообще как мимо кассы пролетать. Ты знаешь, кто-то ставит армированные шланги, но мне этого достаточно, я даже переделать не хочу. Хотя это не сложно сделать, но мне этого вот за глаза. Я вот каждый раз катаюсь на мотоцикле и думаю, смогу ли я на нем уехать от полиции, ну, от всяких. Или не смогу. Я думаю, что на этом смогу. Вот реально смогу. Он просто позволяет впирать. Ну, рулится он неплохо. Да, рулится неплохо. Что самое интересное, он вроде здоровый, да, а не замечаешь этого веса. Вот. И все прекрасно. 320 кг, если не ошибаюсь. Ну, вы слышите, да, ребят, вес? 320 кг, а рулится просто как мопед. Вот сел и даже привыкать не надо. То есть сел и поехал. Я сам Мноха проезжал на нем несколько раз по 1200 км. Ну, это, конечно, так не в кайф уже. Ну, спина уже колом, да? Нет, ничего не стоит, просто общая усталость. И усталость от этого потока ветра постоянно. Ну, ты с ним больше постоянно с этим потоком. Да. Ну, поэтому я езжу в основном не быстро. Когда едешь на мотоцикле, ну, по ночи хватает света? Люстр светит хорошо? Ну, это же я люстру специально сделал, потому что я не вижу ни хрена. Ночи ездить не очень комфортно. Для этого я поставил люстру. В люстре у меня стоят тоже такие же лампы, как в главном свете. Лампы H4. И они там стоят тоже ближний-дальний. Я сделал через реле. То есть если я люстру подключаю, то у меня три фары одинаковые светят. Они ближний-дальний переключаются. Я еще заметил. Вот этот шлем очень подходит по стилю. Ну, то есть очки туда-сюда. Подходит просто по мотоциклу. Мотоциклу? Да. Ты, кстати, ездишь в ночи в этих очках. То есть фильтр уже темный стоит. Он темный, да. Ну, в нем нормально видно. То есть видать. Да. То есть если я, допустим, еду по трассе, то ехать в принципе нормально. Если едешь по городу, где кочки и незнакомая местность, там немножко некомфортно. Я маску скидываю наверх. Ну, как на кроссе. Понятно, понятно. Вот. Но это опять же из-за того, что я плохо вижу. Порадовал меня. Ну, нормально. Я говорю, я так постарался сделать, чтобы он еще выглядел хорошо. Едет он изначально неплохо. Вот. И я еще сделал, чтобы он выглядел отлично. Смотрите, куртейка там со всеми делами там. Так, ну. Ей как шерпотреб. Не, ну как шерпотреб. Слышишь, вот это вот. Это я все понимаю. Череп, две кости. Да, да, да. Пиратский. Все как положено. Жилетка замучена. Чемоданчик и кофр. Чемоданчик. Этот чемоданчик сделан специально, чтобы помещался 0,75. Раньше одно время я как бы не выезжал трезво. Ни хрена, что так? Это... Ну, любитель я был прокатиться. Наш парень. От кабака до кабака. Что ты хихикаешь костей? Ха-ха-ха-ха. Этот кофр, он делался... Он делался... Это я уже переделывал, но изначально он был такого же размера. И кто делал до меня, у предыдущих хозяина, он его делал как раз под 0,75, чтобы помещалось ровно. В общем... В общем, в общем, да. То есть, это для синки. Наш парень. Ха-ха-ха. Костей ржет. У меня вот копыта отломилась, она не работает. Ну, ничего, ничего. Они очень чреваты, поэтому я сейчас стараюсь... По поводу копыт. Главное, что ты ходишь самими копытами сам. У тебя же не деревянная нога, не костыль. Ты знаешь, я когда ногу поломал, я зиму лежал на кровати. Вот. Ну, потом начал ходить на костылях. Ходить на двух ногах я начал в августе, а на мотоцикле я начал ездить в апреле. Я ездил, у меня были костыли вот такие короткие. Я их за рюкзак вот так, как самураи, мечи засовывал и ездил. И вот тут вот вверх. Ага. Вот. И я его немного костылями потер. Вот. Ну, его надо полирнуть. Да ладно, повошкал. Время прошло, я не полирал. Повошкал, повошкал. Ну, я ездил, в общем, с костылями. А на ноге почему с костылями? Аппарат Элизарова. Знаешь такие? Конечно, знаю. Вот он у меня аппарат был вот отсюда вот до сюда. У меня вот такая нога была. Ну, я видел такие штуки. Да, я с костылями гонял. Ну, тормозил на правую сторону все время. В курсе, в курсе. Хотел показать шлем. Вот смотри. Когда, допустим, если плохо видно. Задрал наверху. Я понял. А если по модному. Вот. Мажоры делают вот так. Ну, это совсем уже. Ну, я вообще... Она не очень удобна, она болтается. То есть, наверх закинул, вот как на красочке. Я понял. Мне нравится, что вообще в проем залезают очки. Залезают. Очень необычные. Я таких, честно даже не видел. Вот даже с вот этими дырками ничего не свистит и не задувает. Я ездил, допустим... Ну, это комплект вот. Со шлемом, да? Это комплект, да. Потому что ты видишь, рада. Вот. Я в таком же точно шлеме. Абсолютно таком, только там размер немножко был другой. Я ездил в Магадан на Кольский полуостров. То есть, там достаточно холодно было. И нормально, я ничего не замерз. А это вот гарнитура, это скала. Только она вот такая вот. Двух модуль. Ну, это нормально что-то. То есть, хватает на ходу. Ни шумы не мешают. Можно разговаривать, да? Можно разговаривать, но надо опускаться до 80 и ниже. Потому что все равно... Да, тут микрофон. Все равно от выхлопа там машины ездят, а ряд. Ну, я не сказал бы, что часто пользуюсь. Ладно, скажи мне. Ты сегодня собираешься поведать Конюхова, Челенгарова там? Я вообще собираюсь, если я его увижу, надо клочок у него из бороды выдернуть. На счастье, да. Поэтому я сейчас поеду туда, посмотрю, приехал он или не приехал. Это в грине проходит. Ну, я понял, в Орле. Вот такая интересная техника. Ну, вот я по месту здесь катаюсь. Я вот сегодня вернусь в Воронеж, а завтра я, наверное, поеду в Зеленоград. Потом вернусь опять, наверное, в Воронеж и поеду потом в Ярославль. То есть, вот по дорогам, где есть асфальт, я на этом мотоцикле езжу с большим удовольствием. Не спеша, если ездить. В день проезжать 800 километров, это нормально. То есть, вот от Воронеж до Ярославля 800 ровно, это отлично. Больше уже некомфортно. Расход? Вот если по трассе и шел, потом валит. Ну, 6-7. Вообще немного. Ну, немного, но и бак небольшой. Сколько здесь объем? Литр 20? Нет, 13 литров. Всего так? 13 литров в баке и 3 литра под сиденьем. Тут такой есть прикол, у него второй бак, внутри бензонасос стоит по сиденьям. Я как-то однажды снял бак и вообще без бака ездил. Ну, там хватает на 50 километров банки, которые подзади. То есть, вообще, вот рама, нет бака, ничего. Можно ездить. Кстати, он воздушник. Я некоторое время жил в Сочи. И там пробок тоже до хрена. И вот я ездил, нормально, не греется. Не греется ни мотор, ни яйца. Ну, слушай, конструкция продумана. А то я слышал, у многих Орлеев у них передняя цилиндра нормальная, а задний греется. Ну, ты знаешь, я бы никуда не заглядывал. Я не знаю, что там внутри цилиндра, я тоже об этом слышал. Но вот по практике использования я езжу, мотоцикл не перегревается, там никаких проблем нет. Ноги у меня тоже там не плавятся от него. Он низкоборотистый. Ладно, я хотел спросить еще, что чисто про твои путешествия. Как вообще далеко ты ездил, не именно на нем, а вообще на чем? И давно ли катаешься? Катаюсь. Да не сказать, что прям я совсем давно и там, ну, не знаю, лет 5, наверное, катаюсь. То, что касается далеко, в прошлом году я проехал от Мурманска до Магадана. Это сколько в километрах? Ну, если вообще от Мурманска до Магадана, это, наверное, 17 или 18. Ну, я за тот выезд накатал 25 тысяч. То есть я выехал из Питера, Воронеж, мотался. Тебе сколько времени путешествий? Ну, со всеми сачелками. Почти два месяца. Ну, вообще нормально. Я выехал в конце мая и как в август приехал? Я в Дагнесмо. Я ездил на Африке, а в этом году я собираюсь по Алтаю прокатиться, проехать пустыню Гоби. Ну, точнее, не то, что ее проедешь. На чем поедешь? Поеду тоже на Африке. Вот, Африка Твин Хонда. Вот. Проеду в Монхолию через Гоби и хочу пролезть в восточнее Байкала через 110-й Зимник. Это от Баргузинов наверх в сторону Бама. Пройти Бам еще. Вот. И потом по трассе Лени. Лена спуститься вниз и асфальтом уже опять. Будешь снимать что-нибудь с головы, как ноги? Да. А я, кстати, Мурманск Магадан снимал. У меня есть видосы. Да, есть видосы. А выкладывал куда-нибудь? Да, они в Ютубе есть. Но я их снимал не такой, чтобы прям экшен на ТВ. Ну, просто снимал их все. Я его снимал для себя на память. Я просто к тому, что они продолжительность. Там 4 серии где-то по 40 минут. Ну, отлично. Ну, люди ленятся смотреть больше. Ну, скиньте ссылочку где смотреть. Да, легко. И мы тогда на Ютубе тоже выложим тебя, чтобы люди смотрели. Интересно будет пазырить. Ну, за два месяца там было что-то снять. Ну, слава Богу. Еще месяц я столько посетил. Ну, почти всю Россию. От одного края до другого. Ты с собой флешек понабрал? Каравул сколько, да? Нет, я с собой ноутбук вез. А, тогда проще. То есть, снял, слил. То есть, я снимал. И для того, чтобы понимать, в каких местах что снималось, в какое время, я просто там архивировал папки. Понятно. Ну, когда ноутбука все намного проще. Сновился, перелил. Ну, да. Хотя барахла я с собой немного ввожу. В основном, больше беру для мотоцикла. Чтобы не встать нигде в дороге. А так мне надо что-то. А что ты с собой везешь? Не, ну, понятно, есть. Чуть денег есть. Ну, на Африке я с собой везу. Ну, первое я везу в полноразмерные монтажки. Для того, чтобы можно было сбортировать. А резину с собой везешь? Ну, резину иногда, смотря где еду. Если еду по асфальту, резину с собой не везу. Если вот, допустим, когда едешь уже по Агравию, и где там людей почти нет, допустим, Колыма, там резину уже надо с собой везти. Ну, а так камеры везешь с собой. Подшипники везешь, там, по мелочи, короче. По электронике что-то везешь. Ну, реле-регулятор с собой везешь, потому что мало ли накроется. Ну, такая самая, наверное, известная по России барахолка, где продают все. Значки, ложки алюминиевые, серебряные, какие хоть, старые, патефоны. Сколько же отдал за... Там вот эти я педали нашел. Но педали не дешевые, я за них отдал, по-моему, 4 рубля. Вот, ну, я в них езжу. Геленосток не задувает. Спасибо, пацаны. И, короче, это... А то суставы мерзнут, коленки, кстати, тоже подмерзают. Вот, и очень удобно. Ну, ты, кстати, вообще ездишь просто налегке, но... Некоторые смотришь этих туристов мото. Они там вообще упакованы, там, набиты в них как будто вата. В общем, плюшевый человек. В город приехал, и выходишь как киборг. Тут у тебя на коленях. Да, 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 да. Речишь здесь как инопланетян. Я не люблю это. А ты вообще смотри, налегке. Как по робошу. Селу поехал. Я в прошлом году, когда вот из Мурманску в Магадан ехал, вот, я тоже как бы там с экипировкой, со всеми делами. А в этом году плюнул на все это. И поеду просто в кроссовых ботах. В джерси поеду и в кроссовых штанах. Ну, на коленях еще с собой возьму. И даже черепаху одевать не буду. Возьму просто панцирь кроссовый. Вот эта тема хорошая. Черепаха в ней просто осотонеть можно в жару. Вот поэтому я ее больше не одеваю. Ну как, понимаешь, бывает, что едешь по непонятной дороге, можно там нашкоднуться. Нет, у меня есть налокотники. Вот я сейчас на красоче в нее как гоняю. Налокотники и панцирь. В принципе, как бы там небольшие краши были. Я попробовал нормально. Ну, буду минут проезжать, еще заскочу. Ну да, на связи от телефона знаешь. Вот. Где нас искать тоже знаешь. Сейчас попробуем Федю найти. Дернуть у него клок из бороды. И поеду в вороне. Скажи, дядя Федя съел меридека. Злочок волос, на счастье. Там нам тоже зацепиться чуть-чуть. Пару волосков. Типа драх тебе дох, тебе дох тух. На счастье. Держи. 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 Давай едем, давай, давай. Субтитры сделал DimaTorzok